Это трасса Барнаубийск, но почти так же мело почти на всех трассах региона. Воскресенье дорожникам и спасателям пришлось ограничить движение по Чуйскому тракту от Новоалтайска до Бийска. Автобусам и грузовикам было запрещено передвигаться на трассе от Курьи до границы с Республикой Казахстан. Но были и те, кто рискнул выехать за пределы населенных пунктов в непогоду. На трассе Барнаубийск водитель большегруза не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Последствия печальные. Водитель Део Матис скончался на месте. Смертельная авария случилась и в Курьинском районе. Один человек погиб. А это кадры еще одной аварии на Бийской трассе. Опель Вектра столкнулся с автомобилем Хина 500. Двоих пострадавших увезли в больницу. Несколько аварий произошли и в Кривой столице. На Малахово напротив огней машина заехала на рельсы. На остановке Смирнова автомобиль влетел в столб. На пересечении строителей челюсканцев машина заехала на бордюр. На Аванесово водитель въехал в дерево. А это уже кадры сегодняшнего дня авария на Павловском тракте. В регионе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. За три дня 50 населенных пунктов региона попадали под отключение электроэнергии. Штормовой ветер повредил кровли на 13 объектах в Барнауле и трех за пределами столицы края. Ущерб от непогоды в регионе будут оценивать позже. А пока снег продолжит засыпать территорию края, но температура будет падать и может в ближайшие дни опуститься ночью до минус 16 градусов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.